Взаимосвязь между делом Иоанна Крестителя и Евангелием искупления наших грехов. Матфея, глава двадцать первая, стих тридцать второй. Ибо пришёл к вам Иоанн путём праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Иоанн Креститель, которого послал Бог. Об Иоанне Крестителе в Евангелии от Иоанна, первой главе, стихах шестом-седьмом написано. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. В этом отрывке апостол Иоанн свидетельствует о важности крещения Иисуса Иоанном Крестителем для Евангелия спасения. Здесь Иисус говорит об Иоанне Крестителе. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. В этом отрывке он свидетельствует о том, что именно Иоанн Креститель передал ему все грехи мира. Через крещение, которое он принял. Иоанн Креститель засвидетельствовал об Иисусе, дабы все уверовали через него. Апостол Иоанн говорит нам, что именно благодаря свидетельству Иоанна Крестителя «Все люди в мире могут уверовать в истину, которая гласит, что Иисус спас всех грешников посредством крещения, которое он принял и крови, которую он пролил на кресте». Иными словами, этот отрывок означает, что если бы Иоанн Креститель не засвидетельствовал о спасении водой и духом, люди не смогли бы узнать о том, что Иисус спас грешников своими крещением и кровью на кресте. И поэтому от веры, которая основана не на знании о том, что, почему Иоанн Креститель крестил Иисуса, нет никакой пользы. Только те, кто встретили Иисуса через Евангелие, воды и духа, смогли стать обладателями истинной веры. Что за человек был Иоанн Креститель? В давние времена у священника Захарии и его жены Елисаветы по провидению Божьему родился сын Иоанн, будущий Иоанн Креститель. И они воспели хвалебную песнь. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых. Луки, глава 1, стихи 76-77 Как пророк Всевышнего и представитель всего человечества, Иоанн Креститель передал все грехи мира Иисусу, крестив Его и побудил людей в Него уверовать. Проповедав им это Евангелие, посредством которого они могут обрести спасение. Никто иной, как пророк Иоанн Креститель проповедал добрую весть с целью сообщить нам о том, что мы были спасены от суда, потому что крещение Иисуса было искуплением всех наших грехов. Бог послал Иоанна Крестителя в этот мир в качестве представителя всего человечества, чтобы тот совершил дело возложения всех людских грехов на Иисуса. Об этом сказано в Луки, глава 1, стих 78-й. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, которым в данном случае означает, что все человечество должно прийти и узреть спасение через Иоанна Крестителя, подобно тому, как восходящее солнце свыше просвещает сидящих во тьме и тени смертной. Иисус искупил все грехи человечества. Кто в этом мире направляет нас на путь мира? Иисус. Поскольку Иоанн Креститель передал все наши грехи Иисусу, крестив Его, Он направил нас к Евангелию, которая гласит, что Господь искупил все наши грехи. Давайте с помощью Священного Писания более точно узнаем, кто такой Иоанн Креститель. В Луки, глава 1, стихи 1-й, 14-й, есть такие слова. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а всё множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречёшь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Лука, сотрудник апостола Павла, донёс Евангелие до высокопоставленного язычника по имени Феофил. Однако, поскольку этот человек недостаточно знал священное писание, Лука должен был подробно объяснить ему Библию, и поэтому начал своё Евангелие с рассказа о появлении на свет Иоанна Крестителя. Чтобы объяснить основной смысл Евангелия, Луке нужно было представить родословную Иоанна Крестителя и подробно рассказать о его рождении. На основании этих слов мы постараемся подробно рассмотреть рождение Иоанна Крестителя и его служение. Если мы обратимся к вышеприведённым отрывкам, то увидим, что один из них гласит «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова. Имя ей Елисавета». Луки, глава первая, стих пятый. Здесь ясно сказано, что мать Иоанна Крестителя была потомком Аарона, но что касается отца его Захарии, мы должны точно выяснить, из какого израильского колена он был родом. Отцом Иоанна Крестителя был Захария. И Лука пишет, что он был священником из Авиевой череды. Кто же такой этот Авия, предок священника Захарии? Если мы посмотрим первую книгу «Паралипоменон», главу двадцать четвёртую, стих десятый, то увидим, что этот отрывок гласит Бог руководил народом израильским, поставив Моисея своим посредником, а его старшего брата Аарона Бог назначил первосвященником. Бог велел потомкам Аарона проводить внутри Скинии обряды жертвоприношений. Но Надав и Авиуд, двое сыновей Аарона, умерли, потому что во время жертвоприношения принесли перед Богом чуждый огонь. Числа, глава двадцать шестая, стих шестьдесят первый. После смерти этих двух сыновей другие два сына Аарона, Елеазар и Ифамар приняли священнические обязанности на себя. Но потомки этих двух сыновей множились, и поэтому во времена Давида возникла необходимость реорганизации священства, представители которого заходили в Скинию и служили Богу. И вот священников поделили на двадцать четыре группы по именам глав домов, которые были потомками Елеазара и Ифамара. А затем, как написано, И распределил их Давид, Садока из сыновей Елеазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара, и он распределил их так. Из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь. Первое. Паралипоменон, глава двадцать четвертая, стихи третий, пятый. Давид разделил священников, служащих Богу в Скинии, на череды. На основании описанного здесь порядка очередности и отрывка восьмой авии, который мы только что прочитали в первом. Паралипоменон, глава двадцать четвертая, стих десятый. Лука доказывает, что этот Захария был священником из череды Авия, одного из потомков первосвященника Аарона. священник из авиевой череды именем Захария. Луки, глава первая, стих пятый. И, кроме того, сказано, что Елисавета была одной из дочерей Аароновых. Следовательно, Иоанн Креститель несомненно является потомком первосвященника Аарона. Поскольку Елизавета тоже была потомком Аарона, то Иоанн Креститель, рожденный от этой супружеской пары, явно был потомком первосвященника Аарона. Лука должен был очень подробно это объяснить, чтобы Феофил понял, что Иоанн Креститель как представитель всего человечества должен был передать грехи мира Иисусу. Давайте узнаем, в каком отрывке из Писания сказано, что потомки дома Ааронова исполняли обязанности первосвященников. Иоанн Креститель, который родился в семье первосвященников. Сын первосвященника исполнял обязанность приношения искупительных жертв по наследству. В книге числа главе двадцатой стихах двадцать восьмом двадцать девятом сказано, «И снял Моисей с Аарона одежды его, и облег в них Елизара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елизар сошли с горы, и увидело все общество, что Аарон умер и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней. Бог даровал первосвященство народа израильского Аарону и его сыновям и сказал, что это будет вечным постановлением. Левит глава шестнадцатая стих тридцать четвертый. Вот почему Аарон и его сыновья исполняли обязанности приношения жертв, которые искупали грехи народа израильского перед Богом. В исход глава двадцать восьмая стихи первый-второй написано «И возьми к себе Аарона брата твоего и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтоб он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых и сделай священные одежды Аарону брату твоему для славы и благолепия». А в исход глава двадцать девятая стихи первый-девятый сказано следующее «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из валов и двух овнов без порока и хлебов пресных и опресноков смешанных с елеем и лепешек пресных помазанных елеем из муки пшеничной сделай их и положи их в одну корзину и принеси их в корзине и вместе тельца и двух овнов Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинью собрания и омой их водою и возьми одежды и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу в эфод и в наперсник и опояш его по эфоду и возложи ему на голову кидар и укрепи диодиму святыни на кидаре и возьми елей помазания и возлей ему на голову и помажь его и приведи также сынов его и облеки их в хитоны и опояш их поясом Аарона и сынов его и возложи на них повязки и будет им принадлежать священство по уставу навеки и наполни руки Аарона и сынов его и так бог повелел дому Аарона старшего брата Моисея исполнять первосвященнические обязанности принося жертвы богу в день искупления от имени народа израильского никто не мог отказаться от исполнения этих обязанностей первосвященство дома Ааронова было божьей заповедью не каждый мог исполнять обязанности первосвященника только первосвященники из дома Ааронова могли один раз в году войти в святое святых в скинии и исполнить свои обязанности только они могли раз и навсегда искупать грехи народа израильского которые он совершал за целый год вот почему Бог сказал Моисею и возьми к себе Аарона брата твоего и сынов его с ним от среды сынов израилевых чтоб он был священником мне Аарона и Надава Авиуда Елеазара и Ифамара сынов Аароновых и сделай священные одежды Аарону брату твоему для славы и благолепия исход глава 28 стихи 1 2 То, что первосвященниками могли стать только Аарон и его потомки было вечным Божьим постановлением Бог повелел Аарону и его потомкам постоянно исполнять первосвященнические обязанности от ветхозаветных времен до пришествия Иисуса в эпоху Нового Завета Потомки Аарона исполняли первосвященнические обязанности что было вечным Божьим постановлением о спасении через искупление грехов Вот почему Лука описывает Иоанна Крестителя как последнего ветхозаветного первосвященника упоминая тот факт что Захария был человеком из дома первосвященника Аарона Когда Иоанн Креститель от имени всего человечества совершил дело возложения всех грехов мира на Иисуса ветхозаветные времена завершились и с того времени наступил век Иисуса век благодати Бог рассказал историю человечества разделив ее на отрезки времени Иоанн Креститель поистине крестил Иисуса Христа поскольку Иоанн крестил Иисуса мы называем его Иоанном Крестителем Так что же означает крещение в Библии? Крещение по-гречески баптизма означает погружение Крестить по-гречески баптизе значит погружать или окунать в воду очищать или омывать водой путем макания мыться купаться это также означает передавать когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя ему были переданы все грехи и он стал спасителем верующих взяв на себя грехи всего мира умерев вместо нас в качестве возмездия за грехи и воскреснув из мертвых Господь принял крещение взяв на себя наши грехи и умер на кресте это потому что возмездие за грех смерть поскольку обряд крещения совершался в виде погружения в воду и возложения рук его также называют обрядом омовения и то и другое имеет одинаковое значение слово крещение также означает очищение крещение которое иисус принял от иоанна крестителя в реке иордан было крещение отпущения грехов которым он очистил нас от грехов мира возложив их на свое тело поскольку все грехи мира были переданы иисусу когда он принял крещение от иоанна крестителя мы смогли обрести спасение по вере в него если мы подробно рассмотрим крещение которое принял иисус то выявим четыре его значения очищение переход передача и погребение чтобы получить прощение грехов в ветхозаветные времена люди приносили в жертву животных без порока таких как козы овцы крупный рогатый скот и тому подобное возлагая руки им на голову чтобы передать им свои грехи это то же самое что и крещение по-гречески которое принял иисус в ветхозаветные времена люди возлагали руки на козла чтобы передать ему грехи народа а поскольку козел принимал переданные ему грехи на себя он должен был искупить грехи народа своей смертью в ветхозаветные времена первосвященник Аарон представлял весь народ израильский от имени народа израильского первосвященник передавал грехи козлу возлагая руки ему на голову сцеживая кровь из горла жертвенного животного а затем помазывая ее рога жертвенника всесожжений он совершал перед богом жертвоприношения за грех в день искупления от имени народа а в новом завете представителем всего человечества был Иоанн креститель таким образом Иисус взял на себя грехи мира приняв крещение от Иоанна крестителя а чтобы искупить грехи человечества он пролил свою кровь и умер на кресте воскреснув из мертвых он спасает тех кто в него веруют величайший из рожденных женами если мы посмотрим Матфея глава одиннадцатая стих одиннадцатый то увидим что Иисус свидетельствует об Иоанне крестителе так из рожденных женами не восставал больший Иоанна крестителя Иоанн креститель раз и навсегда передал грехи мира крестив Иисуса в соответствии с вечным Божьим постановлением в качестве первосвященника всего человечества подобно первосвященнику Аарону Матфея глава третья стих пятнадцатый Иоанн креститель обладал полномочиями первосвященника всего человечества вот почему он как последний ветхозаветный первосвященник смог передать грехи всего человечества Иисусу крестив его в новом завете священник Захария являлся потомком Аарона а происхождение первосвященника было таковым первая книга паралипоминон глава двадцать четвертая стих десятый порядок очередности первосвященников потомков Аарона которые совершали обряды жертвоприношений описан в ветхом завете а авиевая череда является восьмой но в новозаветные времена священник все еще избирался по жребию как обыкновенно было у священников как мы видим в Евангелии от Луки главе первой стихе девятом как и в ветхозаветные времена избранный человек становился первосвященником принимал на себя ветхозаветное первосвященство и исполнял соответствующие обязанности этот обычай передавался из поколения в поколение с ветхозаветных времен и до времени в которой жил Захария отец Иоанна Крестителя Захария был первосвященником рожденным в череде Авия потомка Аарона подобно тому как львица могла родить только львенка Бог сделал так чтобы первосвященник происходил только из дома первосвященника Аарона таким образом Иоанн Креститель который происходил из первосвященнического дома принял на себя роль посредника священника который исполнил ветхозаветные пророчества и обетования о дарованном Богом спасении и передал грех мира Иисусу был величайшим из рожденных женами отрывок из Матфея глава одиннадцатая стихи одиннадцатой тринадцатой об этом свидетельствует вот почему Иисус указав на Иоанна Крестителя тоже засвидетельствовал что он есть Илья который должен прийти согласно ветхозаветному пророчеству Малахии глава четвертая стих пятый свидетельства апостолов о крещении Иисуса который взял на себя грехи человечества крещение которое принял Иисус было искуплением за грех грех мира который он взял на себя доказательства крещения которое принял Иисус многократно фигурируют в посланиях Павла и Петра а также Иоанна давайте сначала посмотрим отрывки Писания о крещении Иисуса из посланий Павла Сначала мы посмотрим отрывок из Римлянам глава шестая стихи второй седьмой Мы умерли для греха как же нам жить в нем неужели не знаете что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть его крестились и так мы погреблись с ним крещением в смерть дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца так и нам ходить в обновленной жизни ибо ибо если мы соединены с ним подобием смерти его то должны быть соединены и подобием воскресения зная зная что ветхий наш человек распят с ним чтобы упразднено было тело греховное дабы нам не быть уже рабами греху ибо умерший освободился от греха вера апостола Павла в то что мы приняли крещение и соединились с Христом это вера в Евангелие которая гласит что Иисус принял крещение чтобы взять на себя грех мира и искупить эти грехи Евангелие искупления грехов упомянутые в Библии это Евангелие воды и духа которое гласит что Иисус принял крещение и был распят в Библии Евангелие искупления грехов о котором свидетельствуют апостолы рассказывает нам о том что Иисус устранил грех мира что думает апостол Петр о крещении Иисуса и как он его объясняет в первом Петра глава третья стих двадцать первый он сказал так так нас ныне подобно сему образу крещения не плотской нечистоты омытия но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа апостол Петр говорит что крещение которое Иисус принял от Иоанна крестителя является образом спасения суть которого в том что он искупил наши грехи и более того апостол Иоанн сказал кто побеждает мир как не тот кто верует что Иисус есть Сын Божий сей есть Иисус Христос пришедший водою и кровью и духом не водою только но водою и кровью и дух свидетельствует о нем потому что дух есть истина ибо три свидетельствуют на небе отец слово и святый дух Иси три суть едина И три свидетельствуют на земле дух вода и кровь Иси три об одном первое Иоанна глава пятая стихи пятый восьмой апостол Иоанн говорит что мы получаем от Бога спасение суть которого в искуплении всех наших грехов по нашей вере в спасителя который пришел водой и кровью какая вера в Иисуса Христа является истинной так само апостолы сказали что крещение вода которые принял Иисус является образом спасения дарованного грешникам и что рожденные свыше могут победить мир уверовав в Евангелие искупления грехов которое совершилось крещением и кровью Иисуса и так мы видим что вера апостолов разительно отличается от веры современных богословов которые верят только в кровь Иисуса пролитую им на кресте современные богословы верят только в кровь Иисуса но Библия свидетельствует что грешники смогут обрести спасение только если уверуют и в крещение Иисуса и в его кровь пролитую им на кресте мы должны это твердо знать и верить в Евангелие которое гласит что Иисус искупил все наши грехи своими крещением и кровью и крещение которое принял Иисус и его кровь которую он пролил на кресте являются важнейшими составляющими полного Евангелия это Евангелие которое искупило грехи мира в Ветхом и Новом Заветах написано что Евангелие искупления грехов это Евангелие крещения и крови которое изглаживает все грехи мира Матфей ученик Иисуса пишет в Матфея глава 3 стихи 15 16 но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду тогда Иоанн допускает его и крестившись Иисус тотчас вышел из воды и все отверзлись ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия который сходил как голубь и не спускался на него здесь Бог говорит нам что все грехи мира были переданы Иисусу когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя это свидетельство о праведности спасения которое Бог совершил через Евангелие искупления наших грехов Приняв крещение Иисус взял на себя грехи всех людей в мире а затем свидетельствовал о спасении в течение трех лет по окончании этих трех лет он умер на кресте пролив свою кровь а на третий день воскрес из мертвых таким образом он совершил спасение всех верующих в эту истину и ныне восседает справа от престола Бога Отца ученики Иисуса тоже утверждают Так и Христос однажды принеся себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явиться не для очищения греха а для ожидающих его во спасение Евреям глава 9 стих 28 этот отрывок означает что во второй раз Иисус придет не для очищения греха а к тем кто его ожидают то есть к тем кто обрели спасение через искупление грехов уверовав в крещение которое принял Иисус и в его кровь которую он пролил на кресте и си глаз с небес глаголющий сей есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение Матфея Матфея глава 3 стих 7 этот отрывок говорит о том что тот кому были переданы все грехи мира посредством крещения и кто искупил эти грехи есть никто иной как Иисус Некоторые богословы вообще ничего не знают об истине которая гласит что Иисус искупил все грехи человечества своими крещением и кровью они духовно слепы и не в состоянии принять воду над твердью то есть чистое слово из-за этого они имеют туманное представление о том как Иисус взял на себя грехи мира но подобные суждения это результат их неведения о крещении Иисуса которое является составной частью Евангелия искупления грехов но подобно тому как израильтяне в ветхозаветные времена освобождались от своих грехов когда первосвященник передавал их грехи жертвенному животному через возложение рук и это животное проливало кровь так Иисус должен был спасти человечество согласно своим обетованиям Иисус был новозаветным жертвенным агнцем ему нужен был Иоанн креститель представитель всего человечества который бы возложил на него все грехи мира вот почему бог отец послал на эту землю Иоанна крестителя за шесть месяцев до Иисуса Иоанн креститель был служителем божьим о котором уже было предсказано в ветхозаветной книге пророка Малахии Он и был тем божьим посланником о котором предсказано в Малахии глава третья стихи первой третьей Также если мы посмотрим Матфея глава одиннадцатая стихи десятой одиннадцатой в Новом Завете то увидим что Господу нужно было принять крещение чтобы Он как Спаситель человечества мог взять на себя все его грехи и искупить их для этого Иисусу нужен был служитель Божий который бы крестил его вот вот почему Иоанн Креститель передал грехи мира Иисусу когда крестил его исполнив его повеление оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Матфея глава третья стих пятнадцатый жертвенный агнец в ветхозаветные времена умирал будучи вынужденным взять на себя грехи только одного человека или одного народа но Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю и положил начало эпохе Нового Завета Он взял на себя грехи мира все без остатка чтобы искупить все грехи человечества а затем он должен был умереть на кресте в качестве искупительной платы за эти грехи чтобы навсегда избавить человечество от грехов мира Иисус должен был искупить все эти грехи приняв крещение от Иоанна Крестителя а затем воскреснуть через три дня после смерти на кресте Бог спас верующих в Евангелие крещение Иисуса и его крови от всех грехов Иоанн Креститель был посланником Божьим Матфея Матфея глава одиннадцатая стихи одиннадцатый четырнадцатый свидетельствует об Иоанне Крестителе Давайте прочитаем из Евангелия от Матфея глава одиннадцатая стихи от седьмого по четырнадцатый Когда же они пошли Иисус начал говорить народу об Иоанне Что смотреть ходили вы в пустыню Трость ли ветром колеблемую Что же смотреть ходили вы Человека ли одетого в мягкие одежды Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских Что же смотреть ходили вы Пророка Да говорю вам И больше пророка Ибо он тот о котором написано Все я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою Истинно говорю вам из рожденных женами не восставал больший Иоанна крестителя но меньший в царстве небесном больше его от дней же Иоанна крестителя до ныне царство небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна и если хотите принять он есть Илья которому должно прийти люди ходили в пустыню чтобы посмотреть на Иоанна крестителя Иоанн креститель вопиял людям о покаянии когда Иисус увидел что люди ходят чтобы посмотреть на Иоанна крестителя он сказал зачем выходили в пустыню чтобы посмотреть на человека одетого в мягкие одежды мягкие одежды носят в царских чертогах но пророк Иоанн креститель жил в пустыне этими словами Иисуса подтверждают истину о том что Бог назначил Иоанна крестителя представителем человечества и повелел ему крестить Иисуса в своем личном свидетельстве об Иоанне крестителе Иисус сказал зачем выходили в пустыню зачем выходили к человеку в одежде из верблюжьего волоса который похож на дикаря на кого выходили посмотреть неужели выходили чтобы посмотреть на человека в мягких одеждах такие люди находятся в царских чертогах но он выше царей а также он засвидетельствовал что Иоанн креститель является величайшим из рожденных женами зачем выходили в пустыню неужели вы хотели увидеть пророка да он более чем пророк в ветхозаветные времена пророки считались выше царей так кто же был величайшим из всех ветхозаветных пророков это был никто иной как Иоанн креститель Иисус лично засвидетельствовал что Иоанн креститель является представителем человечества Иисус также сказал что Иоанн креститель является величайшим из всех людей Иоанн креститель был служителем божьим посланным за шесть месяцев до рождения Иисуса он также был послан чтобы передать грехи мира Иисусу посредством его крещения Итак Господь сказал Ибо Он Тот о Котором написано Се Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим Который приготовит путь Твой пред Тобою Библия ясно об этом пишет в своем свидетельстве об Иоанне Крестителе Иоанн Креститель о котором так засвидетельствовал Иисус теперь свидетельствует о самом Иисусе Вот Агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанна глава первая стих двадцать девятый Иоанн Креститель засвидетельствовал об Иисусе так Иисус взял на себя все грехи мира и он никто иной как Сын Божий Поистине он был величайшим из всех людей и всех пророков Можно сказать что Иоанн Креститель был первосвященником потому что как отец его так и мать были потомками Аарона Мы знаем что в Ветхом Завете Бог избрал Аарона первосвященником Израиля на сорок лет Он навсегда возложил первосвященические обязанности на его потомков И поэтому можно с полной уверенностью сказать что Иоанн Креститель является представителем человечества и что в качестве священника он передал все грехи человечества Иисусу Далее Господь Иисус сказал От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его Матфея глава одиннадцатая стих двенадцатый Этот отрывок говорит о том что Иисус стал спасителем всех людей приняв на себя грехи мира от Иоанна Крестителя Иисус лично засвидетельствовал что Иоанн Креститель передал ему все грехи мира Слова из Матфея глава одиннадцатая стих двенадцатый свидетельствуют о том что грехи мира все грехи человечества были переданы Иисусу во время его крещения верующие в небесное Евангелие то есть Евангелие Крещение которое принял Иисус и его крови верят что он взошел на крест умер на нем после того как полностью взял на себя все их грехи приняв крещение Свидетельство Захарии Услышав послание ангела о том что Бог даст ему сына Захария сразу не мог этому поверить и тогда в наказание он стал немым впоследствии увидев что слово Божье исполнилось он дал младенцу имя Иоанн как и повелел ему ангел тогда его язык освободился от уз и он стал говорить исполнившись духом святым Захария начал славить Бога следующим образом Благословен Благословен Господь Бог Израилев что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего как возвестил устами бывших от века святых пророков своих что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой клятву которую клялся он Аврааму отцу нашему дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей и ты младенец наречешься пророком всевышнего ибо пред идешь пред лицом господа приготовить пути ему дать уразуметь народу его спасения в прощении греховых по благоутробному милосердию бога нашего которым посетил нас восток свыше просветить сидящих во тьме и тени смертной направить ноги наши на путь мира младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю Луки глава первая стихи шестьдесят седьмой восьмидесятый в этом отрывке отец предсказал каким пророком станет Иоанн Креститель в будущем и как он будет исполнять обязанности священника он также предсказал что Иоанн Креститель станет слугой Божьим и ты младенец наречешься пророком Всевышнего ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути ему дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых Луки глава первая стихи седьмой семьдесят седьмой в этом отрывке содержится пророчество о Евангелии Через Евангелие воды и духа Иоанн Креститель свидетельствует об истине тем из нас кто верует в Иисуса Иоанн Креститель сказал нам что мы получили прощение грехов по вере в крещение и кровь Иисуса что является искуплением наших грехов чтобы искупить наши грехи Иисус взял все грехи мира на себя приняв крещение от Иоанна Крестителя также Иоанн Креститель засвидетельствовал тот факт что он передал все грехи мира Иисусу крестив его иными словами своим свидетельством Иоанн Креститель дал нам возможность узнать о спасении которое заключается в искуплении грехов каждый человек получает прощение грехов по вере в крещение и кровь Иисуса также благодаря свидетельству Иоанна Крестителя все люди узнали что Иисус это спаситель который искупил все их грехи если бы люди не узнали о Евангелии искупления грехов которые Иоанн Креститель передал Иисусу разве могли бы они на сто процентов быть уверенными в том что Иисус это их спаситель если бы человек не узнал о евангельской истине искупления грехов не было бы для него ни спасения ни вечной жизни если бы вы уверовали в Иисуса не зная о служении Иоанна Крестителя ваша вера была бы несовершенной и вы бы жили несовершенной христианской жизнью вы бы полагались только на богословские учения однако если вы узнаете кто такой Иоанн Креститель и что такое истинное крещение которым он крестил Иисуса ради спасения человечества через искупление его грехов вы спасетесь от всех грехов по вере в эту истину книга Бытие начинает свое повествование с того времени когда греха еще не было и когда жили первые люди Адам и Ева продолжает его изложением событий происшедших во времена Авраама который был потомком Сифа и Сима после того как Адам и Ева согрешили и заканчивает его описанием времени в которое жили потомки Иакова В книге Исход описано начало эпохи закона Перейдя через Чермное море Израильтяне в пустыне Син получили через Моисея заповеди и жили по этим законам В эту эпоху закона Бог установил для израильтян порядок жертвоприношений при Скинии Бог повелел им совершать жертвоприношения во время которых первосвященник передавал грехи народа козлу отпущения возлагая руки ему на голову а затем от имени израильтян забивал жертвенное животное которое искупало их грехи но эта эпоха закона пришла к концу с началом века благодати когда Иисус принял крещение ветхозаветное спасение через искупление грехов пришло к концу когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя благодаря крещению которое принял Иисус и пролитию его крови были отпущены грехи всего человечества и спасение от греха свершилось окончательно священник Захария услышал как Бог сказал ему что даст ему сына жена его Елисавета была уже в преклонном возрасте с человеческой точки зрения казалось невозможным чтобы пожилая женщина зачала ребенка но жена Захарии забеременела и у нее начал округляться живот Через шесть месяцев забеременела и Дева Мария Ей явился ангел и сказал ей то же самое Ты обрела благодать у Бога Тогда Мария пала на колени и сказала Все раба Господня да будет мне по слову Твоему и отошел от нее ангел Луки глава первая стих тридцать восьмой Итак облекшись в Божью благодать Мария удостоилась благословения родить Иисуса Христа Но разве можно назвать благословением то что Мария забеременела В действительности это было нечто предосудительное так как по иудейским законам того времени подобное считалось прелюбодеянием В те времена и даже сейчас женщина которая забеременела без мужа навлекала на себя большой позор после этого она уже не могла выйти замуж но по Божьей благодати Мария удостоилась почета и славы и ей не пришлось выносить плотские муки исповедав свою веру Мария забеременела Мария поистине зачала Иисуса от Духа Святого как и сказал ей Ангел Божий Таким образом Иисус Христос наш Спаситель родился из чрева Марии Мария не была потомком Аарона она была потомком Иуды Иосиф с которым была обручена Мария тоже был потомком Иуды Таким образом Иисус Христос родился в царской семье поскольку Иисус Христос царь он должен был происходить из царского дома по той же самой логике коль скоро Иоанн Креститель пришел как последний первосвященник он должен был происходить из дома первосвященников потомков Аарона Бог послал Иисуса а до этого он послал Иоанна Крестителя величайшего пророка и служителя Божьего только так могли исполниться ветхозаветные пророчества и мы смогли истинно уверовать в Бога так как первосвященство установлено Богом навечно грехи мира надлежало передать Иисусу путем крещения которое должен был совершить потомок Аарона и это сделал Иоанн Креститель последний первосвященник человечества Аарон был старшим братом Моисея и первым первосвященником Израиля его прадедом был Левий сын Иакова его дедом был Кааф а отцом Амрам его матерью была Иоаховеда А еще у него была старшая сестра Мариам Исход глава 6 стихи 16-20 У Аарона были сыновя Надав Авиуд Элиазар и Ифамар Исход глава 6 стих 23 Числа глава 3 стих 2 С того времени как Моисей получил от Бога призыв об исходе из Египта ему помогал Аарон потому что Моисей был косноязычным и тяжело говорил Исход глава 4 стих 10 глава 7 стих 10 Также когда на горе Синай была проведена церемония заключения завета между Богом и народом израильским Моисей вместе с Аароном его двумя сыновями и семью десятью старейшинами израильскими видел Бога и они ели и пили там Это свидетельствует о том что они официально представляли народ израильский исход глава 24 стихи 1 11 А после того как Бог повелел им соорудить скинию для народа израильского Аарон и его четыре сына пройдя освящение получили от Бога помазание и священство исход глава 40 стихи 13 16 Аарон исполнял обязанности первосвященника израильского в течение 40 лет и по этой причине колено Рувимова оспаривало его первосвященическую власть но по Божьему повелению на Аароновом жезле представляющем колено Левиена из прочих 12 колен которые тоже положили свои жезлы расцвели цветы миндаля и это было доказательством того что Бог дал священство дому Аарона числа глава 17 стихи 1 10 когда Аарон умер в возрасте 123 лет в его одежды был обличен его сын Елеазар который и стал первосвященником вместо своего отца числа глава 20 стихи 23 29 автор послания к евреям засвидетельствовал тот факт что Аарон был земным первосвященником а Иисус небесным первосвященником евреям глава 7 стихи 11 28 очевидно что Иоанн креститель был первосвященником который крестил Иисуса чтобы тот смог искупить грех мира Иисус засвидетельствовал тот факт что Иоанн креститель является представителем всего человечества как написано в Матфея глава 11 стихи 10 11 ибо он тот о котором написано все я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою истинно говорю вам из рожденных женами не восставал больший Иоанна крестителя но меньший в царстве небесном больше его Иоанн креститель исполнил священнические обязанности передав грехи мира Иисусу жертвенному анцу божьему со времени Иоанна крестителя небесные врата отворились когда мы принимаемся за какую-либо работу мы к ней готовимся чтобы выполнить ее успешно так само и для того чтобы изгладить грех мира бог сначала подготовил Иоанна крестителя вот свидетельство как написано у пророков вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте стези ему явился Иоанн крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне и крестились от него все в реке Иордане исповедуя грехи свои Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед и проповедовал говоря идет за мною сильнейший меня у которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви его я крестил вас водою а он будет крестить вас духом святым марка глава первая стихи первый восьмой давайте еще поговорим об иоанне крестителя предтече небесного евангелия если мы прочитаем ветхозаветную книгу пророка малахии то увидим что священники в его времена полностью развратились поэтому среди израильтян не было священника который был бы достойным в божьих глазах вплоть до пришествия Иисуса две тысячи лет назад священники в то время были настолько развращены что отвергли законы слова божьего установленный богом порядок жертвоприношений и его заповеди по этой причине богу нужен был священник который должен был родиться на той земле и так бог послал своего посланника и это был никто иной как иоанн креститель иоанн креститель был послан на эту землю на 6 месяцев раньше иисуса поскольку бог всегда использовал священника представителя чтобы передать грехи народа жертвенному агнцу он должен был послать иоанна крестителя и так бог послал иоанна крестителя и сделал его священником представляющим человечество но поскольку иоанн креститель не мог быть вместе с развращенными священниками он все время побуждал израильтян к покаянию живя один в пустыне в евангелии от марка главе первой стихе втором сказано как написано у пророков вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою однако вопиющий в пустыне также провозглашал крещение покаяния которое бы привело их к прощению грехов иоанн креститель совершал два вида крещения первым было крещение покаяния которым он крестил народ израильский это крещение побуждало людей оставивших бога обратиться ко христу который был вечной искупительной жертвой за их грехи будучи пророком и дав людям понять что они являются грешниками которые идут прямо в ад перед лицом бога иоанн креститель совершал крещение покаяния над теми кто осознал свое греховное естество и вот люди приходили к иоанну крестителю и принимали водное крещение в качестве символа подтверждающего тот факт что они являются грешниками перед богом вторым крещением было то которое иоанн креститель совершил над иисусом и это было крещение которое возложило все грехи мира на тело иисуса иоанн креститель засвидетельствовал тем кто приняли крещение покаяния перед богом чтобы они уверовали в иисуса который взял на себя и понес грех мира приняв крещение перед тем как принять крещение иисус сказал иоанну крестителю оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду матфея глава 3 стих 15 как написано в этом отрывке слово божьего пророчества которое гласит что иисус возьмет на себя и искупит грехи человечества исполнилось все люди которые верят в иисуса должны верить и в его крещение и в его кровь а также в евангелии искупления грехов так как иоанн креститель предтеча небесного евангелия навсегда передал грех мира иисусу крестив его в качестве искупления положенного за грехи мира он дал нам возможность взойти на небеса по вере в иисуса иисус стал путем на небеса верите ли вы в это в евангелии от марка главе первой стихах четырнадцатом пятнадцатом сказано после же того как предан был иоанн пришел иисус в галилею проповедуя евангелие царствия божия и говоря что исполнилось время и приблизилось царствие божие покайтесь и веруйте в евангелие евангелие это добрая весть по-гречески эугелион весть о том что иисус устранил все грехи мира взяв их на свое тело когда принял крещение от иоанна крестителя ради искупления грехов это и есть небесное евангелие все грехи мира были переданы иисусу иоанном крестителем когда иисус принял крещение евангелие искупления грехов человечества это евангелие крещения которое принял иисус и крови которую он пролил на кресте грехи мира это грехи которые совершили все люди в этом мире включая вас самих а также ваших детей и внуков которые родятся в будущем все ваши грехи которые вы совершили в прошлом совершаете в настоящем и совершите в будущем это и есть грехи мира и кроме того мир это не только земля но также начало и конец всей вселенной иоанн креститель пришел проповедовать истину об искуплении грехов иоанн креститель пришел неся истину о праведности или истину о спасении которой бог искупил грехи человечества как и написано ибо пришел к вам иоанн путем праведности и вы не поверили ему а мытари и блудницы поверили ему вы вы же и видев это не раскаялись после чтобы поверить ему матфея глава 21 стих 32 иоанн креститель пришел проповедовать истину о праведности иоанн креститель был пророком которого бог послал в этот мир чтобы он привел всех людей к праведности благодаря тому что он передал грехи всех людей в мире иисусу они смогли получить прощение грехов по вере в эту истину благодаря тому что он засвидетельствовал евангелие искупления грехов которое гласит что он передал все грехи мира господу многие люди спаслись от греха по вере в эту истину о спасении в матфея глава 21 стих 32 сказано ибо пришел к вам Иоанн путем праведности и вы не поверили ему а мытари и блудницы поверили ему вы же и видев это не раскаялись после чтобы поверить ему здесь в изречении ибо пришел к вам Иоанн путем праведности говорится о деле Иоанна крестителя последнего ветхого первосвященника Матфея Матфея глава 11 стих 13 который передал все грехи человечества Иисусу крестив его как вы думаете почему мытари и блудницы уверовали в крещение Иисуса во время которого Иоанн креститель передал Иисусу грехи мира мы должны еще раз подумать о том почему блудницы и мытари спаслись от своих грехов уверовав в праведное дело которое совершили Иисус Христос и Иоанн креститель и почему так много людей погибло не уверовав в это праведное служение блудницы и мытари были обычными людьми которые совершили много грехов если бы Иоанн креститель не совершил дело передачи всех грехов мира Иисусу блудницы и мытари не спаслись бы от своих грехов которые были мрачнее черных туч и непрогляднее тумана мытари и блудницы всем сердцем уверовали что крещение которое Иисус принял от Иоанна крестителя было крещением искупления всех их грехов и таким образом обрели спасение также они уверовали что Иисус это Сын Божий и в то что они обрели вечное спасение поверив то что Иисус это жертвенный агнец Божий который был послан чтобы спасти их от всех их грехов если бы Иоанн креститель не сыграл свою роль в Евангелии искупления грехов как мы могли бы уверовать в Иисуса и обрести спасение быть может вы скажете я не верю в крещение Иисуса но верю в самого Иисуса если так то неужели вы думаете что Иисус может стать вашим спасителем если вы не верите в то что ваши грехи были искуплены крещением Иисуса если бы это было так это означало бы что Иисус умер так и не взяв на себя всех ваших грехов во время своего крещения неужели вы считаете что можете родиться свыше уверовав в Иисуса мои единоверцы пожалуйста подумайте об этом еще раз чтобы избавить вас от греха и наказания Бог послал Иоанна крестителя задумав чтобы Иисус с его помощью взял на себя все ваши грехи если Бог решил передать все ваши грехи Иисусу посредством его крещения то вы никогда не сможете обрести спасение противясь Божьему решению если бы вы противились Евангелию крещения и крови Иисуса вы бы не стали искупленным человеком противясь Божьему плану вы станете одним из людей которым уготован ад надеюсь что вы придете к истинной вере в результате собственных умозаключений основанных на слове истины это правда что вы получаете прощение грехов в соответствии с Божьим планом что вы сейчас чувствуете я надеюсь что вы отвергнете все ваши собственные помышления и уверуете в истину о том что все ваши грехи были отпущены благодаря крещению которое Иисус принял от Иоанна Крестителя я молюсь о том чтобы вы покорились воле Бога который хочет спасти нас водой и духом если вы верите что все ваши грехи были переданы Иисусу значит вы праведники потому что благодаря вашей вере у вас нет греха вы праведники которые верят в то что по закону Божьей благодати они взойдут на небеса если вы не способны признать тот факт что все ваши грехи были переданы Иисусу это означает что вы отвергли Божий дар спасения неужели вы отвергнете путь праведности которую Иоанн Креститель исполнил в Иисусе если вы противитесь этому благословению вы должны осознать что это равносильно отвержению всех Божьих планов сознательно отвергая истину вы уподобитесь непослушным детям крестив Иисуса в реке Иордан Иоанн Креститель засвидетельствовал о нем на следующий день воскликнув вот агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанна глава первая стих двадцать девятый Иисус взял на себя грехи мира а три года спустя после своего крещения умер на кресте заплатив за эти грехи грех не имеет ни веса ни цвета ни запаха ни формы его нельзя ни увидеть ни услышать поскольку люди не могут ощутить его с помощью своих чувств зрение слух запах вкус осязание они его совсем не чувствуют не пытайтесь дать рациональное объяснение тому что ваши грехи исчезли полагаясь на ваши чувства и ощущения чувства изменчивы но благодаря слову божьему истина об иисусе который изгладил грехи мира не меняется никогда я уверен что вы теперь верите в слово истины в котором иоанн креститель засвидетельствовал вот агнец божий который берет на себя грех мира иоанна глава первая стих двадцать девятый иисус свидетельствовал в течение трех лет говоря следующее я есть путь и истина и жизнь иоанна глава четырнадцатая стих шестой также иисус засвидетельствовал что искупление грехов человечества свершилось благодаря крещению которое он принял и его крови тем из нас кто веруют он повелел жить жизнью учеников распространяя евангелие крещения и крови иисуса дорогие единоверцы пророк исайя сказал что исполнилось время борьбы его что за неправды его сделано удовлетворение ибо он от руки господней принял вдвое за все грехи свои исайя глава сороковая стих второй да это правда иисус спас нас взяв на себя наши с вами грехи посредством крещения которое он принял от иоанна крестителя умерев умерев за них на кресте и воскреснув первое что сделал бог чтобы искупить наши грехи и спасти нас это послал иоанна крестителя чтобы спасти нас грешников от грехов бог сначала послал к нам иоанна крестителя который стал послом царя так говорит библия в ветхозаветной книге пророка малахии главе третьей стихе первом сказано вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мною и внезапно придет в храм свой господь которого вы ищете и ангел завета которого вы желаете вот он идет говорит господь саваоф в этой книге бог действительно обещал послать иоанна крестителя своего посланника бог повелел нам людям обрести искупление грехов через иисуса который был крещен иоанном крестителем его слугой он передал все грехи мира иисусу посредством крещения так он приготовил нам путь на небеса побудив нам получить прощение грехов это наш единственный путь спасения и иного не дано господь сказал я есть путь и истина и жизнь иоанна глава 14 стих 6 то что иисус искупил все наши грехи взяв их на себя посредством крещения и умерев на кресте это путь и истина которая дает нам возможность обрести спасение уверовав в это мы можем обрести новую жизнь а вы тоже передали все свои грехи иисусу когда иоанн креститель возложил на него все грехи мира крестив его верите ли вы в эту истину таков божий мудрый план и если вы его отвергнете вы никогда не сможете войти в царство божье чтобы вас спасти иисус принял крещение от иоанна крестителя и искупил все наши грехи надеюсь вы верите в путь спасения открытый иисусом надеюсь никто из вас не отвергнет путь жизни от дней же иоанна крестителя до ныне царство небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его матфея глава одиннадцатая стих двенадцатый силою берется означает что люди которые верят в тот факт что грехи мира были переданы иисусу когда он принял крещение от иоанна крестителя смело войдут в царство небесное по своей вере потому что у них нет грехов ныне царство небесное принадлежит тем кто верует в то что грехи мира были переданы иисусу через иоанна крестителя всякий верующий в евангелие искупления грехов которое гласит что иоанн креститель передал все грехи мира иисусу непременно получит прощение грехов дорогие единоверцы кто приготовил нам путь на небеса слова бога вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мною означают что он заранее подготовил иоанна крестителя чтобы мы могли войти в царство небесное совершив дело возложения наших грехов на иисуса христа иоанн креститель сделал нас безгрешными праведниками и детьми божьими именно иоанн креститель который был послан лично богом приготовил для нас путь чтобы мы могли войти в царство небесное став представителем каждого из нас иоанн креститель приготовил путь для нас людей чтобы мы родились свыше иоанн приходит иисус из галилеи на иордан к иоанну креститься от него иоанн же удерживал его и говорил мне надо накреститься от тебя и ты ли приходишь ко мне но иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду тогда иоанн допускает его и крестившись иисус тотчас вышел из воды и все отверзлись ему небеса и увидел иоанн духа божия который сходил как голубь и не спускался на него и сия глаз с небес глаголющий сей есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение матфея глава третья стихи тринадцатый семнадцатый иоанн креститель совершил праведное дело служение иоанна крестителя во время которого он передал все грехи этого мира иисусу было праведным делом таково евангелие искупления грехов такова праведность божья и таков путь к спасению о котором засвидетельствовал иоанн чтобы обрести спасение мы должны познать и всем сердцем уверовать в крещение иисуса его пролитую кровь и его воскресение что и составляет евангелие искупления грехов своим крещением иисус также исполнил всю праведность божью иисус совершил спасение человечества взяв на себя грехи всего мира приняв крещение от иоанна крестителя и умерев на кресте после того как искупил все эти грехи если мы посмотрим послание к евреям то увидим что иисус в нем назван небесным первосвященником по чину мелхиседекову он не имеет родословной и даже не является потомком аарона иисус христос не является потомком адама но он есть сын божий а поскольку он наш творец и тот кто называет себя я есть сущий то у него нет родословной но он отверг небесную славу и пришел на эту землю чтобы спасти своих людей и люди которых он сотворил чтобы благословить их хватались за жизнь после того как впали в грех из-за дьявольского искушения он пришел на эту землю в человеческой плоти и принял крещение в реке Иордан чтобы спасти человечество искупив все его грехи давайте вместе прочитаем Матфея глава 3 стих 15 но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Иисус повелел Иоанну крестителю представителю земли допустить чтобы это было так Иоанн креститель повиновался сказав да я так и сделаю тогда Иисус преклонил голову пред Иоанном и принял крещение подобно тому как первосвященник возлагал руки на голову козла отпущения чтобы передать ему все ежегодные грехи израильтян как мы это видим в ветхом завете так сама Иоанн креститель передал грехи этого мира Иисусу крестив его спасение от грехов совершилось по принципу представительства представительства представляя все человечество Иоанн креститель передал все грехи Иисусу а Иисус принял от него крещение в слове крещение содержится духовное значение очищать погребать переходить передавать в ветхозаветные времена когда грешник передавал грехи козлу через возложение рук козел должен был умереть чтобы искупить эти грехи Левит глава шестнадцатая стих двадцать первый гласит и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню Как сказано в этом отрывке каждый год в день искупления Аарон совершал обряд возложения рук кладя руки на голову козла от имени народа по принципу представительства и когда он это делал все грехи народа израильского передавались козлу через его руки Левит глава шестнадцатая стихи двадцатый двадцать второй Так были ли у народа израильского грехи в тот момент? Нет не было По такому же принципу то есть через крещение которое Иисус принял от Иоанна Крестителя представителя человечества свершилась воля Бога который пожелал искупить от грехов все человечество В ветхозаветные времена жертвенное животное принимало на себя грехи народа через возложение рук Левит глава шестнадцатая стих двадцать первый Крещение которое Иисус принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан Матфея глава третья стихи тринадцатый семнадцатый это то же самое искупительное жертвоприношение Слова оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Матфея глава третья стих пятнадцатый означают то же самое что и Я исполню всю праведность в этом мире Возьму и понесу на себе все грехи мира приняв от тебя крещение А так означает Ты должен меня крестить и я приму крещение от тебя Так в данном случае это перевод с греческого Эти слова означают именно так самым подходящим образом и только так и не иначе Поэтому выражение Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду означает надлежит чтобы Я взял на себя грехи человечества всех людей самым подходящим способом Ты совершишь надо мной обряд крещения и Я приму крещение от тебя Иными словами Господь говорит Все люди попадают в ад за свои грехи Их изводит дьявол Из-за греха они не могут обрести благословений Итак чтобы благословить всех людей чтобы они могли взойти на небеса Я должен принять от тебя крещение Ты потомок Аарона Поэтому как представитель человечества Ты должен совершить надо мной обряд крещения от имени всех людей Я приму от тебя крещение Таким образом в этом мире будет исполнена вся праведность Когда Иисус сказал Иоанну соверши надо мной обряд крещения тот ответил Да я это сделаю И вот Иоанн креститель возложил руки на голову Иисуса а затем убрал их Именно в этот миг Иисусу были переданы все грехи без остатка Был ли хоть один такой случай когда бы Иисус согрешил Нет не было Поскольку Иисус Христос был зачат Святым Духом Он родился безгрешным Не согрешил Господь и во время своего пребывания в этом мире Мы люди родились грешными но Иисус родился без греха Живя на этой земле Иисус ни разу не согрешил и не допустил ни единой ошибки Но как вы думаете почему Иисус должен был умереть будучи пригвожденным к кресту Первое дело которое совершил Иисус Христос в своем общественном служении это взял на себя все наши грехи приняв крещение в реке Иордан Через последнего первосвященника и представителя человечества которого звали Иоанн Креститель Иисус взял на себя грехи всех людей Вот почему он был осужден и умер на кресте Вот что имел ввиду Иисус Христос когда во время своего трехлетнего служения сказал женщине прелюбодейки И я не осуждаю тебя И я не могу произвести над тобой суд Это я должен быть осужден Я должен умереть на кресте вместо тебя Иисус ходил по Гефсиманскому саду и молился Не моя воля но твоя да будет Сначала он истово молился Отче О если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня но вскоре после этого он добровольно подчинился замыслу Отца о спасении людей Несмотря на то что Иисус хотел этого по возможности избежать он повинуясь воле Отца отказался от подобного намерения сказав Не моя воля но твоя да будет Он знал что такова была воля Отца чтобы он умер и принял ее со смиренным сердцем А после того как его отвели на суд Пилата его подобно приговоренным к смерти преступникам истязали и бичевали до такой степени что все его тело было истерзано и еще до того как его пригвоздили к кресту он уже был полумертв на вопросы Пилата Ты ли Христос? Ты ли Спаситель? Ты ли Сын Божий? Иисус ответил Ты говоришь что Я Как ты сказал так и есть Когда Пилат сказал Если ты говоришь правду Я отпущу тебя Я имею власть это сделать Иисус ответил Ты не имел бы надо мною никакой власти если бы не было дано тебе свыше Иоанна глава девятнадцатая стих одиннадцатый А после оставался безмолвным как агнец перед стригущим его Как вы думаете почему Иисус это сделал Факт тот что Иисусу надлежало быть казненным через распятие за чужие грехи потому что он взял на себя все грехи мира когда принял крещение только когда Иисус будет казнен через распятие борьба с грехом завершится только тогда люди больше не будут страдать от греха только тогда все человечество освободится от греха и от рабства греху и поэтому Иисус оставался безмолвным как агнец с которого стригут шерсть таково Евангелие крещения и крови Иисуса которыми были искуплены все грехи человечества Господь полностью искупил все грехи мира в Евангелии от Иоанна главе первой стихе двадцать девятом Иоанн засвидетельствовал об Иисусе на следующий день после его крещения вот агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанн креститель действительно совершил над Иисусом обряд крещения которое искупило грехи человечества когда Иисус пришел к Иоанну крестителю на следующий день после того как был крещен тот засвидетельствовал людям пожалуйста взгляните на него это агнец Божий который берет на себя грехи мира люди посмотрите на него это агнец Божий который берет на себя грехи мира так как он передал все грехи мира Иисусу когда крестил его он смог лично засвидетельствовать тот факт что Иисус это спаситель вот агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанна глава первая стих двадцать девятый Иисус был агнцем Божьим который взял на себя грехи мира Сын Божий пришел на эту землю и взял на себя грех мира В Иоанна глава первая стихи тридцать пятый тридцать шестой Иоанн креститель снова засвидетельствовал как и написано на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его и увидев идущего Иисуса сказал вот агнец Божий агнец Иисус упомянутый в данном выражении стал нашей заместительной жертвой жертвоприношением за все человечество подобно ветхозаветному жертвенному животному которое умирало за людей ради нас с вами сын Божий наш творец пришел на эту землю и изгладил наши с вами грехи своим крещением и пролитием своей крови чтобы взять на себя и искупить все грехи первородный грех личные грехи все грехи и проступки и все отвратительные грехи которые каждый человек совершает со дней творения до конца существования этой земли Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя и пролил свою кровь на кресте примерно две тысячи лет назад Иисус уже изгладил все грехи мира в настоящее время мы пользуемся календарем в котором годы исчисляются от Рождества Иисуса Христа который является повелителем истории как вы знаете в ссылках на даты мы указываем следующие обозначения до Рождества Христова и от Рождества Христова поскольку в тридцатом году от Рождества Христова Иисус полностью взял на себя грехи мира приняв крещение от Иоанна Крестителя тот на следующий день указав на него изрек вот огнец Божий который берет на себя грех мира и еще на следующий день Иоанн засвидетельствовал об Иисусе сказав следующее вот агнец Божий Иоанна глава первая стих тридцать шестой Иоанн Креститель засвидетельствовал о Евангелии искупления грехов сказав Иисус полностью взял на себя все ваши грехи и потому ваша борьба с грехом окончена у вас нет греха какой бы грех вы не совершили сын Божий взял все эти грехи на себя дорогие единоверцы Бог искупил все наши грехи крещением Иисуса передав все грехи Иисусу Иоанн Креститель засвидетельствовал вот агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанна глава первая стих двадцать девятый Иоанн Креститель засвидетельствовал эту истину чтобы все уверовали в Иисуса написано он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через него Иоанна глава первая стих седьмой это слово изречено в Евангелии от Иоанна не будь свидетельства об Иоанне Крестителе как бы люди узнали понесли Иисус на себе грехи мира хотя Библия говорит что Иисус умер за все наши грехи но именно Иоанн засвидетельствовал взяв на себя грехи мира во время крещения Иисус лично понес их на крест Иоанн Креститель был мостом между Ветхим и Новым Заветами он был служителем Божьим который сделал так чтобы ветхозаветные слова исполнились в Иисусе с верой в это я молюсь о том чтобы вы обрели вечное спасение благодаря свидетельству Иоанна Крестителя и нынешних верующих у всего человечества появилась возможность уверовать в то что своим крещением Иисус взял на себя грехи всех людей в результате чего он должен был пролить свою драгоценную кровь на кресте я благодарю Бога который позволил чтобы все наши грехи были искуплены послав к нам Иоанна Крестителя и Иисуса Крестителя